Непригодные строительные материалы, пластиковые бутылки, ржавые от времени автомобильные запчасти. Некоторые места в городе напоминают рок изобилия, только не сокровищ, а самого настоящего мусора. И убирать эти завалы хозяева не спешат. Та же история с травой и сорной растительностью за заборами домов, косить которую участники не собираются. О числе несостоявшейся облюстителей порядка говорят цифры статистики. За истекший период 2013 года специалистами центра проверено около 5000 территорий города Бреста и района. Объектов, субъектов хозяйствования. На более половины из них выявлено нарушение санитарного содержания территорий. Выдано 560 предписаний об устранении нарушений, 1600 рекомендаций об устранении нарушений. Составлено 510 протоколов на общую сумму более 410 миллионов рублей. Территория гаражных кооперативов, садоводческих товариществ, а также строительных площадок. Чаще всего именно они являются клондайком несанкционированных свалок. Бороться с нарушителями приходится специалистам Брестского зонального центра эпидемиологии, которые в течение всего года проводят мониторинг санитарного состояния территории нашего города и района. Каждую неделю они работают в составе мобильных групп при Брестском госполкоме и рабочих группах при ЖЭСе. Напоминаю местным жителям о необходимости наведения чистоты и порядка на своих территориях. Несоблюдение этих правил влечет за собой административную ответственность. Хочется напомнить, что за нарушение санитарных правил предусмотрена ответственность статьей 16.8 Кодекса об административных правонарушений, за которую предусматривается штраф. Также предусмотрена ответственность частью 2 статьи 21.14 правил содержания территории, утвержденных Советом министров. Свалки мусора в отдельных районах нашего города – это скорее исключение из правил. И чаще всего нельцеприятную ситуацию по части бытовых и строительных отходов можно наблюдать на окраинах Бреста. Чистые центральные улицы и проспекты всегда были, есть и остаются визитной карточкой нашего города. Осталось дело за малым – навести порядок там, где это необходимо. И тогда звание «Чистый город» будет полностью оправдано.